Всем доброго дня, это Гелиосар и Всеобщая история нового времени 1800-1900 годы 8 класс за авторством Юдовской, Баранова и Ванюшкиной Параграф 3. Индустриальное общество. Новые проблемы и новые ценности В чем заключается процесс модернизации? Модернизация это изменение всей структуры жизни общества целого государства То есть вместо того, что раньше в традиционном обществе В основном это крестьяне, то есть это сельские жители, которые сами себе все делают Городов мало, торговля не очень-то развита Модернизация меняет все Это рост городов, сельских жителей меньше, городских жителей больше Огромные объемы производства, огромный объем торговли И конечно же огромное развитие науки и культуры Какие демографические изменения происходили в период разложения традиционного общества и развития индустриального общества? Тут два пункта Первый пункт это сильное увеличение численности населения вообще, так как выросла медицина, сильно улучшилась здравоохранение А второе это миграции, огромные миграции населения в города или даже в другие страны Земля выбрасывает своих детей Немецкий ученый Вернер Зомбард называл 19 век временем, когда земля выбрасывала своих детей Попытаемся понять, какие процессы позволили Зомбарду прийти к такому мнению Рост городов одна из черт индустриального общества Этот процесс ускорился в начале 19 века и продолжился в дальнейшем Бурный рост городов был вызван, во-первых, перенаселением деревни Обусловленным улучшением землепользования и внедрением передовых методов ведения хозяйства В результате чего высвободились много очень рабочих рук В английских газетах писали, сельские округа перенаселены до такой степени, что в них некуда деваться Тот же процесс наблюдался и в Германии, где все время слышались жалобы В стране слишком много народа, заработков не хватает, число безработных и неимущих растет В особенности в деревне и маленьких городах Во-вторых, упадком небольших городов, связанных с падением ремесленного производства и мелкой торговли А также с изменениями на транспорте С развитием железнодорожного транспорта центры промышленности переместились в новые районы В поисках работы люди были вынуждены менять место жительства Массы населения, столетиями жившие на земле, приходили в движение и покидали родные места Уход из деревни порождал эмиграцию, люди уезжали в другие страны Многие жители местечек переезжали в крупные города или новые промышленные центры своей страны В связи с ростом продуктивности сельского хозяйства появилась возможность прокормить большие города В Великобритании, этой стране городов, 9 англичан из 10 проживали в городах Во Франции только 3 человека из 10, из всего населения, жили в городах Но повсюду городское население росло очень быстрыми темпами Особенно важно то, что впервые в истории города начинали преобладать в экономической жизни Люди в движении С 20-х годов 19 века началось массовое переселение европейцев на другие континенты Уезжали из Англии, Германии, скандинавских стран, Восточной и Южной Европы Уезжали в Латинскую Америку, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку Но большинство эмигрантов направлялось в США Нью-Йорк был главным портом, куда прибывали эмигранты Чтобы попасть туда из Гамбурга или Ливерпуля, требовалось 12 дней плавания Из Неаполя 21 дней На островке Эллис в заливе Нью-Йорка для эмигрантов был создан вокзал Где они проходили регистрацию и получали разрешение на въезд в страну Но сначала их проверяла медицинская служба От 6 до 10% прибывших в США получали отказ на въезд в страну по медицинским соображениям Получивших разрешение сажали на паром и отправляли на остров Манхэттен Здесь, в центре Нью-Йорка, их предоставляли самим себе Большинство прибывших устраивалось у друзей, родителей, земляков Город состоял из кварталов, каждый из которых имел свой язык и свои обычаи Эмигранты являлись дешевой рабочей силой Были согласны на самые тяжелые условия труда Исчезают сословия, усложняется структура общества На протяжении всего XIX века индустриальная революция меняла социальную структуру Западноевропейского общества Увеличивалась численность буржуазий и наемных промышленных рабочих Занятых в промышленном производстве К началу XX века они стали основными социальными группами индустриального общества Что же касается основных классов традиционного общества Дворян, землевладельцев и крестьян То их численность уменьшалась Эти изменения происходили в зависимости от темпов модернизации В Англии, как вы знаете, помещище и крестьянское хозяйство исчезло уже к XVIII веку Революция во Франции уничтожила собственность сеньоров на землю А в США никогда не было классов традиционного общества В США не было помещиков, которые владели бы землей, так как это было в Европе Помещище и крестьянское хозяйство сохранялось в первой половине XIX века В таких странах второго эшелона модернизации, как Австрийская империя, Италия, в германских государствах, в России Однако в период Наполеоновских войн в ряде германских государств и Австрийской империи Были проведены реформы, способствующие развитию капиталистического хозяйства в деревне Бывшие помещики превращались в предпринимателей, использующих наемный труд Значительная часть крестьян становилась фермерами или батраками Включалось капиталистическое хозяйство Батрак – это наемные рабочие в деревне Рассмотрим подробнее, как менялась структура общества Аристократия – старая и новая К середине XIX века в европейской аристократии пришлось во многом изменить свой образ жизни Иначе было не выжить Многие аристократы еще владели землями И жизнь их была связана больше с деревней, чем с городом Просторные дома позволяли принимать множество знатных гостей Библиотеки, художественные коллекции, светские приемы, охота Все делало жизнь приятной Браки, как правило, заключались в своем, высшем аристократическом кругу Поэтому аристократические семьи были связаны родственными узами В Англии мальчиков из таких семей с детства готовили к политической деятельности После окончания частных привилегированных школ Они учились в Оксфорде или Кембридже Затем ареной их деятельности становился парламент В середине XIX века 4,5, то есть 80% членов палаты общин в английском парламенте Составляли землевладельцы А большая часть министров оканчивала элитарные учебные заведения Но постепенно с развитием индустриального общества Господствующее положение аристократии уходит в прошлое Часть земель продается под городскую застройку Уменьшаются лесные владения Новые времена предъявляют новые требования к тем, кто хочет делать карьеру Земельная аристократия занимает руководящие посты В банках, промышленных компаниях, в колониальных администрациях Многие аристократические семьи теряют свои богатства И хотя знать с презрением относилось к разбогатевшим выскочкам Некоторые отпрыски древних родов вступают в брак с наследниками больших состояний Это приводит к слиянию аристократии и буржуазии Формированию нового высшего класса Буржуазия В 19 веке в экономической и политической жизни государств Все громче заявляет о себе буржуазия Больших успехов добивается тот, о ком говорили Человек, который всему обязан самому себе Классический пример возвышения такого человека в общество Приводит английский писатель Теккерей Старик Памп метет лавку, бегает на посылках, становится доверенным приказчиком и компаньоном Памп второй становится главой фирмы, нагребает все больше и больше денег Женит сына на графской дочке Памп третий не бросает банка Но главное дело его жизни стать отцом Пампа четвертого А его потомство уже по праву наследования властвует над нашей нацией снобов То есть речь идет об Англии Что здесь имеется ввиду? Обратите внимание, старик Памп То есть тот, кто начал эту династию То есть сначала он уборщик в мелкой лавке Потом он получает повышение То есть ему начинают больше доверять И он бегает с товаром на посылках Затем становится доверенным приказчиком То есть хозяин магазина доверяет этому человеку продавать товар в магазине То есть доверенный приказчик Потом, накопив денег, он становится компаньоном То есть теперь он уже может торговать в лавке Но он получает не зарплату, а часть прибыли от этого магазина Его сын, он продолжает это дело Набирая все больше и больше денег Становится главой целого банка И таким образом ему удается женить сына уже на дочери аристократа Войти в высшее общество Памп третий продолжает управлять банком Но его главная задача Это стать как раз таки отцом Пампа четвертого Отец, то есть вот этот ребенок Это уже ребенок полноценный аристократ с огромными деньгами И этот аристократ имеет право стать во главе всего государства Стать премьер-министром В 19 веке во главе крупной промышленности и банков Стояли представители буржуазии, нажившие миллионные состояния Они очень много работали, отдавая время и силы своему делу Их быт отличался скромностью, но многие стремились стать частью аристократии В Англии политик Дизраэле получил от королевы Виктории титул лорда Биккенсфильда Пивовар Гиннес и банкир Ротшильд стали баронами Получили дворянские титулы в Германии Крупп и Симменс Средний класс Новым явлением в общественной жизни 19 века стало появление среднего класса Объединившего самые разные свои общества Мелкую буржуазию, служащих частных компаний Ну, грубо говоря, служащие это те, кто сидел в офисе, а не те, кто работал на заводе Также в служащие государственных учреждений К среднему классу относились лица свободных профессий Инженеры, изобретатели, врачи, преподаватели, офицеры, юристы Одним из главных признаков принадлежности к среднему классу было устойчивое материальное положение Хотя и различное у отдельных слоев Среди представителей среднего класса во второй половине 19 века Особенно выделяется категория юристов С формированием правового государства, гражданское общество, развитием экономической жизни Потребность в юристах увеличилась Они писали конституции, составляли кодексы законов, оформляли завещания, консультировали банкиров, предпринимателей Занимались судопроизводством, то есть работали в судах Юристами по образованию были многие политические деятели Средний класс придает устойчивость обществу Как правило, средний класс не одобряет социальных потрясений Очень не любит революции, потому что революции мгновенно лишат средний класс всех благополучия Поэтому средний класс предпочитает реформы Очень разный рабочий класс В 19 веке формируется рабочий класс В индустриальных странах он становится неоднородным Выделяются высококвалифицированные рабочие Некоторые историки называют их рабочей аристократией, высококлассные инженеры Их положение на предприятии было прочным Зарплата позволяла давать техническое образование своим сыновьям Иногда их дети даже становились служащими Это был уже шаг вперед по социальной лестнице В Англии к началу 19 века такие рабочие составляли треть от общего числа Неквалифицированные рабочие зарабатывали вдвое, а то и втрое меньше Но иногда доход семьи увеличивался за счет работающих детей И вот обратите внимание, тут картинка Рабочие жилища Англия первой половины 19 века Какие детали изображения являются свидетельством бедности рабочей семьи? Прежде всего, обратите внимание, дети стараются быть как можно ближе к камину То есть, и обратите внимание, не видно огня в этом камине То есть, семья не может себе позволить обогреть свое жилище Дети мерзнут Они все находятся в одной единственной комнате Мебели, как видите, очень и очень мало Буквально два стула, одна кровать То есть, очень мало мебели Видно, что это очень бедная семья Главным признаком бедности это отсутствие тепла Это сейчас здесь в России у нас у всех здесь отопление В Европе близко такого нету Там дико холодно, причем даже в городах Потому что отопление это очень, очень дорого И немногие могут себе позволить хорошее отопление Даже сейчас в 21 веке в Европе Это в России у нас мы отопление не ценим Половина английских рабочих могла купить мясо на обед Не чаще одного раза в неделю Да и то это были покупки, совершаемые в 11 часов вечера Почему в такое время? По традиции в промышленных городах Большая часть населения приобретала продукты в субботу После расчета за недельную работу То есть, после получения недельной зарплаты К 8 вечера магазины в богатых кварталах закрывались А в бедных жизнь только начиналась Лавки были ярко освещены Мясники на всю улицу кричат о достоинствах своего товара Вот описание субботнего вечера в рабочем районе Лондона Сделанное современником, тем, кто тогда жил По тротуарам идут целыми семьями Мать толкает колясочку, в которой кроме ребенка Лежат еще пакетики и сверточки Отец несет на плечах сынишку Возле кабаков устраиваются концерты К 11 вечера аристократия рабочего класса запасается уже провизией Тогда появляются исхудалые, заморенные женщины В черных соломенных шляпках, с корзиночками в руках Они застенчиво выстраиваются рядами возле мясных лавок И мясники сбрасывают им за дешевую плату Все остатки Куски костей, требуху, обрезки и прочее А сбрасывают по той причине, что холодильников тогда не было Поэтому надо было продать товар как можно скорее Иначе он испортился, и тогда пришлось бы его просто выкинуть За квартиру также платили по субботам После пропуска двух платежей следовал приказ освободить помещение Женский и детский труд Заглянув вечером в район Лондона, где располагались конфетные и табачные фабрики Можно было увидеть идущих под руку усталых девушек в шляпках Украшенных огромными пучками разноцветных страусовых перьев Это фабричные девушки С 13 лет они на фабрике С 14 лет они уже полностью взрослые, независимые Так как платят своим матерям за квартиру и стол 5 шиллингов Но за квартиру, то есть своего жилья тогда и близко не было И сейчас у них нет И это собственно говоря они вносят свою плату в аренду Стул это пропитание То есть с 14 лет девочки полностью оплачивают проживание и питание своим же собственным матерям и своим же семьям Работали на фабриках и женщины Но чаще всего это были вдовы или жены пьяниц и преступников Порядочный английский рабочий предпочитал, чтобы его жена занималась домом и детьми Многие женщины работали домашней прислугой С развитием индустриальной революции у них появились новые профессии Телефонистки, машинистки, секретарши Машинистки это женщины, которые печатают на печатных машинках За свою работу женщины получали намного меньше чем мужчины Английский писатель Питер Акроид писал Эти женщины составляли часть патагонной индустрии Что для одних означало долгие дни и ночи шитья на чердаках или в маленьких коморках Для других нудные обязанности домашней прислуги Для третьих стряпню или стирку Детя нищеты, крещённое вместо купели в слезах Писал английский поэт Лангорн о фабричных детях Несмотря на ряд английских парламентских законов Детей продолжали использовать на самой тяжёлой работе В том числе в каменноугольных шахтах Дети работать могли начинать с 8 лет То есть у нас в России некоторые в первый класс в 8 лет идут А в Англии в 8 лет уже шли работать на шахты На очень тяжёлый труд Вот такие вот тогда были условия труда Дети работали на дне шахтового колодца Нагружая углём тележки, в которой были запряжены пони Другие, сидя в полнейшей темноте Нужны были открывать и закрывать двери, ведущие в подземные галереи Каждый раз, когда проезжала тележка Такой одуряющей работой занимались 12-летние подростки Только в 1893 году в Англии был принят закон Запрещавший принимать на работу детей до 11 лет До этого к работе допускались дети уже с 8 лет Рабочий день продолжался 6,5 часов А после работы в 3 раза В неделю по закону дети должны были ходить в школу Но они были такими усталыми, что спали на уроках Фабричные дети имели плохой цвет лица Сутовые плечи, узкую грудь Казалось, это другой народ Так они отличались от тех, кому не приходилось губить своё здоровье на фабриках Женское движение за уравнение в правах Стремление к свободе и независимости выразилось в женском движении за уравнение в правах Эмансипацию Начало этому движению положила французская революция 18 века Но равенство на француженок распространялось недолго После 1793 года женские клубы и газеты закрыли В 1840 году петицию в Конгресс США о предоставлении равных правах с мужчинами подали американские женщины Но ответы не получили До 70-х годов женщины не пользовались равными правами с мужчинами Причём равными как имущественными В семье женщина полностью подчинялась мужу и отцу Наиболее сильным движением за эмансипацию женщин было в Англии В 80-х годах они добились приёма в университеты Право распоряжаться своей собственностью и сохранять при себе детей в случае развода Душой борьбы за равноправие женщин в Англии стала Эмилина Панкхорст Которая организовала в 1903 году Женский социально-политический союз В 1918 году английские женщины добились права голосовать на выборах В 19 веке происходило окончательное изменение сословной структуры традиционного общества Большие города и промышленные районы как магниты притягивали людей и поглощали их Общество приобретало более сложную структуру Развитие индустриального общества меняло социальный состав европейских стран и США Объясните, почему первый раздел параграфа называется «Земля выбрасывает своих детей» До начала индустриальной революции 90% населения жило в деревнях После начала индустриальной революции в Европе было дикое перенаселение В деревнях просто не было никакой работы И люди были вынуждены тысячами покидать эти самые деревни То есть земля выбрасывала своих детей Тех, кто вырос в деревне, был вынужден покидать деревни, ехать в города Или даже в другие страны, на другие континенты Название, название как есть, в принципе, хотя можно назвать так Например, эмиграция, великая эмиграция или великое переселение народов Оно тоже, в принципе, соответствует Покажите на карте направление эмиграции населения Страны, из которых эмигрировали европейцы и страны, куда они ехали Вот, собственно говоря, ехали из Европы То есть ехали вот отсюда, вот с этой огромной территории, собственно говоря, и выезжали Куда ехали? Ехали в Соединенные Штаты, в Канаду, в Южную Америку Некоторое количество ехало в различные колонии То есть вот сюда, в Африку, в ЮАР многие ехали И, разумеется, Австралия и Новая Зеландия Сравните положение аристократии в 19 веке и 16-18 века Чем вы можете объяснить произошедшие изменения? Ну, в 19 веке аристократия уже перестала играть такую глобальную роль Аристократия уже не была самой богатой Появились промышленники, которые были богаче аристократии Имели больше денег Аристократия начала разоряться, начала терять свои доходы Потому что сельское хозяйство перестало быть таким прибыльным, каким оно было раньше И это сильно поменяло подходы к аристократии Объясните причины изменений, которые происходили в положении буржуазии Промышленная революция поменяла отношение к буржуазии Буржуазии изначально это мелкие лавочники, торговцы Которые постепенно, некоторые из них ухитрялись вырастать До полноценных олигархов, владельцев банков, огромных промышленных заводов и так далее То есть буржуазия выросла в буквально миллиардеров Прочитайте самостоятельно разделы о положении рабочего класса, мужской его части Фабричных женщин и детей Вы выделите особенности положения Самыми бесправными были дети Дети получали, то есть вот если ребенок работал так же, как, например, взрослый мужчина То ребенок получал в лучшем случае треть То есть если мужчина получал 120 рублей, ребенок получал 40 рублей И все И не важно, что ребенок выполняет точно такую же работу и не хуже, чем взрослый Это ребенок, ему не надо много платить Это, конечно, было достаточно несправедливо, но сделать никто ничего не мог Женщина получала где-то от половины до двух третей То есть если мужчина получал 120, женщина могла получать 60 или даже, например, 80 рублей Но все равно женщины получали меньше, чем мужчины И права у женщин было гораздо меньше У детей прав вообще никаких не было Везло, если ребенок мог найти хоть какую-то работу Если ребенок находил работу где-нибудь, например, посыльным в лавке или разносчиком газет То это считалось в городе очень удачной работой Работа была намного более простой, чем работа где-нибудь в шахте, где дышать-то было невозможно Используя материал параграфа, документ, составьте рассказы о причинах и процессе иммиграции Ее значение для развития индустриального общества Миграция обеспечила заводы рабочими Это был главный признак Причем эта миграция, собственно говоря, она позволила заселить континенты Южную и Северную Америку Заселить Австралию Так что иммиграция имела огромное значение для 19 века Как вы оцениваете появление в обществе среднего класса? Там, где он появился, общество, конечно, становилось намного более стабильным Средний класс очень не любит различных потрясений Предпочитая мягкие реформы В России, например, со средним классом были проблемы Его было очень мало И произошла революция А вот в Европе среднего класса было много И там революции не было Но сейчас, в 21 веке, европейский средний класс масштабно умирает и исчезает Так что чем все это закончится, это другой вопрос Сделайте вывод о том, как развитие индустриального общества повлияло на структуру населения Очень просто До индустриального общества население было просто 10% это были аристократия, интеллигенция и всякие там буржуазия И 90% это были крестьяне После начала индустриальной революции Крестьяне начали быстро терять свое значение Опустившие где-то до уровня от 40% до 20% от общего населения Все остальное это были средний класс и пролетариат То есть рабочие на заводах Вот так вот Придумайте, проведите ролевую игру Ну, попробуйте придумать Продолжение следует...